Творение Святого Отца Нашего Иоанна Златоуста, архиеписопа Константинопольского, том 8, в двух книгах. Книга 2, Санкт-Петербург, издание Санкт-Петербургской Духовной Академии, 1902 год. Беседа 70-я. Пред праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбил своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Иоанна 13, 1. Подражайте мне, говорит Павел, как я Христу. 1 Коринфянам 11, 1. Для того Христос и плоть принял из одного состава, чтобы через нее научить нас, добродетели. Пришел, сказано, в подобии плоти греховной, чтобы осудить грех во плоти. Римлянам 8, 3. Да и сам Христос говорит, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Матфея 11, 29. И этому он учил не словами только, но и делами. Так называли его и самарянином, и бесноватым, и обманщиком, и бросали в него камни. А фарисеи то слуг посылали, чтобы схватить его, то подсылали других злоумышленников, притом и сами часто поносили его. И все это тогда, как не только не имели ни малейшего повода к обвинению его, а напротив, еще постоянно пользовались его благодеяниями. Однако ж, и после всего этого, он не переставал творить им добро и словом, и делом. И когда один из слуга ударил его, он говорит, если я сказал злое, покажи, что худо. А если говорю хорошо, за что ты бьешь меня? Иоанна 18, 23. Но так поступал он со своими врагами и злоумышленниками. Посмотрим же, как он поступает и со своими учениками, а особенно, что он теперь высказывает по отношению к ученику коварному. Ведь его следовало ненавидеть больше всех, потому что он, будучи учеником и участником в трапезах и вечерях, и видя чудеса, и удостоившись получить так много, поступил с ним хуже всех. Ни камни бросал в него и не поносил его, но выдал и предал. Между тем смотри, как он благосклонно принимает его, он умывает ему ноги. И этим также он хотел удержать его от злого намерения. Мог он, конечно, если бы захотел иссушить его, как смоковница, и разорвать на части, как разорвал камни и разодрал, как завесу. Но он хотел, чтобы тот оставил свое злое намерение не по принуждению, а по доброй воле. С этой целью он и умывает ему ноги. Но и этого не устудился этот несчастный и жалкий человек. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел в час сего перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Не тогда только узнал, но знал, говорит Евангелист, гораздо прежде, чем сделал то, что сделал. Да придет, Евангелист глубокомысленно называет смерть его, переходом. Возлюбил своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Видишь, как он, намереваясь оставить их, обнаруживает с ним сильнейшую любовь. Слова «возлюбил» до конца возлюбил их. Именно означает, что он не упустил ничего, что следовало сделать тому, кто сильно любит. Но почему он сделал это не сначала? Что важнее, то он делает в конце, чтобы усилить их привязанность к себе и приготовить им великое утешение в наступающих бедствиях. Своими же он называет их по своему близкому с ними общению. Называет он у других своими, но как свое создание, например, когда говорит «и свои его не приняли». Иоанн 1.11. Но что значит «сущих» в мире? Это значит, что у него были свои и между умершими, как, например, Авраам, Исаак, Яков и подобные им. Но они были уже не в мире. Видишь ли, что он Бог и Ветхого и Нового Завета. А что значит «до конца возлюбил» их? Этим евангелист говорит, что он никогда не переставал любить их. И это называет свидетельством особенно сильной любви. Правда, в другом месте таким свидетельством называется не это положение души за друзей своих. Но тогда этого еще не было. Но почему он сделал это, умыл ноги теперь? Потому что это было гораздо удивительнее тогда, когда он для всех казался столько славным. Да через это и утешение немало его наставил перед разлукой с ними. Так как им предстояло перенести жестокую скорбь, то он предлагает им через это и равносильное утешение. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту, предать его, стих 2, в изумлении сказал этот евангелист, показывая, что умыл ноги Иуде тогда, когда тот уже решился предать его. Этим он обнаруживает также великую злобу Иуды, потому что его не остановило ни участие в вечере, хотя это обыкновенно лучше украшает злобу, ни то, что учитель продолжал заботиться о нем до самого последнего дня. Иисус знает, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога ишел, и к Богу отходит. Здесь выражает свое удивление, что тот, кто так велик и так высок, кто пришел от Бога и к Богу отходит, кто все содержит в своей власти, что он совершил это, несмотря на все свое величие, не возгнушался принять на себя такое дело. Под преданием же, как мне кажется, он разумеет здесь спасение верных. И Христос, когда говорит, все мне предано Отцом Моим, Матфея 11, 27, разумеется, это же самое предание. Так точно он и в другом месте говорит, твои были, и ты отдал мне их, Иоанна 17, 6. Еще никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, Иоанна 6, 44. И еще не будет дана ему с небеси, 3, 27. Итак, или это выражает, или то, что умовение ног нисколько не могло унизить, так как он пришел от Бога и идет к Богу и все содержит. А когда ты слышишь предание, то не предполагай ничего человеческого. Этим показывается только уважение к Отцу и единомыслие с Ним. Потому что как Отец предает Ему, так и Он предает Отцу, как это и показывает Павел, когда говорит, когда предаст царство Богу и Отцу. 1 Коринфян 15, 24. Говорит здесь об этом по-человечески, показывая Его великую заботливость об учениках и обнаруживая неизреченную любовь Его к ним, так как Он теперь уже заботился об них, как о Своих, научая их Матери всех благ, смиренно мудрию, которую Он назвал началом и концом добродетели. И не без причины, при совокупленных словах, от Бога и шел, и к Богу идет. Но чтобы знали мы, что Он поступал достойно того, кто пришел оттуда, и туда идет, поправ всякую гордость. И восстав от вечери, и, сняв одежду верхнюю, взял полотенце, припоясался. 469. Смотри, как неумовением, так и Христос показывает свое смирение, но и другими действиями. Не прежде возлежания Он встал, а тогда, когда уже все возлегли. Затем не просто умывает, но сначала сложил с себя одежду, но и на этом не остановился, а еще опоясался полотенцем. Да и этим не удовольствовался, но сам же влил воду, а не другому велел наполнить ее. Так все это Он делает Сам, чтобы показать тем, что когда мы делаем добро, то должны делать Его не с небрежностью, но со всем усердием. И мне кажется, что Своему предателю Он умыл ноги первому, так как Евангелист сказал, и начал умывать ноги ученикам, и опирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит им, Господи, тебе ли умывать мои ноги? То есть теми ли самыми руками, которыми Ты отверзал очи, очищал прокаженных и воскрешал мертвых? Подлинно уже это выражает собой весьма много. Почему Петру и не было надобности сказать что-нибудь большее, чем тебе ли? В этом одном уже высказывалось все. Но справедливо может кто-нибудь спросить, почему никто другой не воспрепятствовал ему умыть ноги, а только один Петр, что служит свидетельством немалой любви и уважения. Какая же этому причина? Мне кажется, что Христос прежде умыл ноги предателю, а потом приступил к Петру, и что другие были уже вразумлены примером Петра. А что действительно он умыл кого-то другого прежде Петра, это видно из слов, когда же пришел к Петру. Впрочем, Евангелист не говорит прямо, но словом начал намекает на это. И хотя первым был Петр, но вероятно предатель по своей наглости возлежал даже выше верховного апостола. Его наглость выказывается и в других случаях, например, когда он погружает вместе с учителем руку, солила, и когда, несмотря на обличение, не чувствует угрызения совести. Петр, однажды подвергшись упреку еще прежде, и упреку за слова, которые он сказал от любви, так смирился, что даже и тогда, как был в томлении и трепете, обратился к другому, чтобы тот попросил. А этот, Иуда, несмотря на частое обличение, не приходил в чувство. Итак, когда подошел к Петру, он говорит, тебе ли умывать ноги мои? Иисус сказал ему в ответ, что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после. То есть после узнаешь, какая от этого выгода, как полезен этот урок, как это может расположить нас ко всякому смиренно-мудрее. Что же Петр продолжает противиться и говорит ему, не умоешь ног моих вовек. Что ты делаешь, Петр, разве не помнишь прежних слов? Не ты ли сказал, будь милостив к себе, и услышал, отойди от меня, сатана. Матфея 16, 23. Уже ли это не вразумило тебя, и ты все еще горячишься? Да, говорит, но теперь совершается дело необыкновенное и поразительное. Поелик уже Петр поступал так по великой любви, то и Христос опять уловляет его той любовью. Как тогда он сильно укорил его, сказав, ты мне соблазн, так и теперь, говорит ему, если не умоет тебя, не имеешь части со мною. Что же этот пылкий и пламенный? Симон Петр говорит ему, господи, не только ноги мои, но и руки, и голову. Горяч в сопротивлении, но еще горячее в изъявлении согласия, а то и другое от любви. Но почему Христос не сказал, для чего он это делал, а употребил в угрозу? Потому что Петр не послушал бы. Если бы сказал, оставь, через это я хочу научить вас смирение, то Петр тысячу раз обещал бы быть смиренным, лишь бы только владыка не делал этого. А теперь что говорит? То, чего Петр всего более боялся и страшился, именно чтобы не быть отлученным от него. Ведь это он часто спрашивал, куда идешь? И по этому-то поводу говорил, душу мою положу за тебя. 13.36 Если он не уступил и тогда, как услышал, ты не знаешь теперь, что я делаю, а узнаешь после. То тем более, если бы узнал. Поэтому ты и сказал, уразумеешь после. зная, что если бы он уразумел это теперь, то продолжал бы противиться. Да Петр и не сказал, объясни мне, я не буду противиться. Но что было знаком еще большей горячности, он даже не хотел узнать этого, а опять настаивает на своем, говоря, не умоешь ног моих. Когда же Христос употребил угрозу, он тотчас утих. Но что значит, уразумеешь после? Когда именно после? Тогда, когда именем моим будешь изгонять бесов, когда увидишь мое вознесение на небо, когда узнаешь от Духа, что я восседаю одесную Отца, тогда поймешь то, что теперь совершается. Что же, Христос, когда Петр сказал, Господи, не только ноги, но и руки, и голову, Христос говорит ему, а мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал, не все вы чисты. И 9-11 Но если они чисты, для чего умываешь и ноги? Для того, чтобы они научились скромности. Поэтому то он обратился не к другой какой-нибудь части тела, а именно к той, которая менее всех других ценится. Что значит омыты? То же, что чисты. А разве они были чисты? Ведь они еще не были освобождены от грехов и не удостоились получить святого духа, так как грех еще владычествовал, клятвенное рукописание еще существовало и жертва еще не была принесена. Почему же он называет их чистыми? Чтобы ты не подумал, будто они в том отношении чисты, что уже освобождены от грехов, он присовокупил. И вы чисты через слово, которое я проповедал вам. То есть пока чисты только с этой стороны. от иудейских заблуждений, так и пророк говорит, омойтесь, очиститесь от злых деяний ваших, души ваши, Исайя 1,16. Значит, такой уже омылся и чист. А так как апостолы отвергли от души свои всякое лукавство и обращались со Христом с чистой совестью, то он и говорит, сообразно словами пророка, что омыты уже все чисты. Под омовением он разумеет здесь не уидейское омывание водой, но очищение совести. 472. Итак, будем и мы чисты, научимся делать добро, но что такое добро? Защити сироту, обступить за вдовицу, придите, и тогда рассудим, говорит Господь. Исайя 1,17. В Писании часто говорится таким образом о вдовах и сиротах, а мы о том и не думаем, между тем представь, какая награда, если будут грехи ваши сказаны, как багряная, как снег убелю, если будут как пурпур, как волну убелю. Исайя 1,18. Вдовицы беззащитны, а потому Господь много о них и заботится. Они, конечно, могли бы вступить во второй брак, но из страха Божия они переносят скорби вдовства. Подадим же им руку помощи, все мы, и мужи, и жены, чтобы нам самим когда-нибудь не подвергнуться тяжкой участи вдовства, или если подвергнемся ей, иметь полное право ожидать и себе человеколюбия. Немало имеет силу слезы вдовицы, они могут отверть самое небо. Не будем же обижать их, не станем увеличивать их несчастье, но будем оказывать им всевозможную помощь. Если будем поступать таким образом, то доставим себе совершенную безопасность и в настоящей жизни, и в будущем веке. Не только здесь, но и там они послужат для нас защитой, заказа им благодеяния, они избавят нас от большей части наших грехов и дадут нам возможность сдержновением предстать предсудилищем Христовым, чего досподобимся все мы по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, которому слава во веки веков. Аминь.